Меня зовут Товер Татищев, я являюсь сейчас куратором центра технологического предпринимательства Digital October и совозглавляю московское отделение акселератора Founder Institute. Я занимаюсь предпринимательством, созданием каких-то бизнесов в IT-телекоме уже, наверное, чуть больше 10 лет сейчас. Когда я пошел учиться в Кембридж в 2009 году, я увидел, что у нас в России не хватает того, что называется инфраструктуры и поддержки предпринимательства. Образование какого-то, каких-то встреч, на которых люди могут делиться своими проблемами, тем, что у них наболело, обсуждать свои идеи. И решил чем-то таким заняться. К счастью, у меня встретилось несколько людей, с которыми мы разделяли такие ценности. Мы создали компанию Greenfield Project, которая специализируется до сих пор на развитии экосистемы для начинающих IT-предпринимателей. Мы довольно много сделали для того, чтобы такая модульная стартаперство, она появилась. В случае с нашими российскими предпринимателями я наблюдаю такую вещь, что им не хватает какой-то глобальности мышления. Во многих относительно крупных странах в мире, в той же Юго-Восточной Азии, люди стараются очень часто фокусироваться на своем локальном рынке. В то время как наши американские коллеги, конкуренты, они сразу начинают мыслить как-то глобально. Они не мыслят о том, что вот они сейчас не захватят. Выйдут на рынок Калифорнии, после этого придут на рынок Вашингтона, после этого на рынок, может быть, и Америки. Они сразу мыслят глобальными категориями. Вот они делают сервис для всего мира. У нас очень часто делают сервис для России, и, наверное, даже еще чаще, просто для отдельно взятой Москвы, например, или для Новосибирска. И вот эта вот нехватка глобальности – это такая довольно большая проблема, потому что, с одной стороны, человек много усилий вкладывает для того, чтобы сделать свой проект успешным. Проект не получается успешным просто потому, что рынок у него очень маленький. С тем уровнем развития технологий, которые сейчас есть, можно с одинаковым успехом делать глобальный проект, как находясь в каком-то Новосибирске, или в Екатеринбурге, или в Москве, или в той же Силиконовой долине. В общем, не так важно, где ты находишься. На нашем рынке можно построить какой-то небольшой, кормящий себя бизнес, но для того, чтобы построить какой-то глобальный бизнес, надо действительно идти уже в мир. Если мы говорим про пассивные инвестиции, то они есть. Нельзя сказать, что их прямо очень много, но тем проектам, которые их достойны, как правило, они достаются. Бизнес-ангелов их довольно, ну не то чтобы очень много, но есть люди, которые инвестируют свои собственные деньги, есть люди, которые работают с государственными фондами, помогая им распоряжаться государственными деньгами. Есть, например, государственные фонды, которые вкладываются в стартапы, потому что государство решило, что надо развивать инновационную экономику. Есть крупные компании, которые часть каких-то своих свободных средств готовы вложить в рискованные предприятия в расчете на то, что они на этом заработают много денег. Есть какие-то компании, которым интересно под видом инвестиций маскировать хедхантинг. Не секрет, что сейчас есть очень большая нехватка кадров в IT, телекоме и в наших информационных технологиях. И компании всячески всеми силами стараются как-то к себе затащить умных разработчиков, инженеров, дизайнеров. Это делать очень сложно. Есть люди, которые просто сами уже построили бизнес, и они понимают, какую пользу они могут принести. У них есть какие-то относительно свободные деньги. И они готовы уже следующему поколению передавать свой опыт и помогать строить новые проекты, потому что сами через это прошли. Это, наверное, самые такие, самые продуктивные инвесторы. У нас очень сложно люди идут на создание бизнеса. Так было несколько лет назад. Мы проведением наших различных мероприятий общественно полезной деятельностью своей пытаемся этот барьер, входной барьер для предпринимателя, как-то минимизировать. И то, что мы наблюдаем за последние пару лет, то, что много, очень много людей, молодых в первую очередь, начинают создавать свои бизнесы. Иногда эти бизнесы создаются просто потому, что это модно. Наверное, это не очень хорошо, с одной стороны. С другой стороны, чем больше людей этим занимается, тем больше успешных проектов из этого будет получаться. План Б на сайте rbk.ru